Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Прекрасный переводчик Даша нам будет сегодня помогать. Мало того, что Ким известный эксперт по детскому сну, называют Ким еще the sleep lady. Правильно? И у меня вопрос первый. Ким, как так вообще получилось, что вы заинтересовались этим вопросом, что поняли, что со сном детским есть какие-то проблемы и надо людям помогать? Я была семья тераписта 24 лет. И когда я был родственник с моим первым ребенком, 24 лет назад, я смотрела моего брата и его мужа suffer с сну, и я была абсолютно терапия от этого происходящее. И поэтому я пыталась найти другой метод. В то время, когда я была родственниками, было только два книга о детском сне, и они требовали много крыла. И я не был комфортен с этим. Теперь переводим. Я семейный терапевт, и все это началось более 20 лет назад, когда сначала я наблюдала за ребенком своего брата, а потом и за своим ребенком. И я заметила тенденцию, что дети действительно сложно засыпают. И в то время не было совершенно никакой литературы касательно этого. Поэтому пришлось все изучать на практике. Так все и началось. То есть получилось так, что личный опыт помог всем. Сейчас книга очень популярная. То есть это был такой некий старт, да, личная история семейная, чтобы все это в науку выросло, какую-то систему, так скажем. Да, я начала, экспериментируя со своим личным ребенком, собственным ребенком. И помогая своему брату, его жене и всем друзьям. И после этого информация начала распространяться. Пришли соседи. Потому что такое событие, когда ребенок начинает засыпать и спать спокойно всю ночь, всю ночь, всю ночь, это целый праздник для семей, и они начинают об этом рассказывать всем вокруг. Кем, ну скажите, пожалуйста, вот смотрите, это реально не сказки, что ребенок маленький, то есть который только-только родился, может спать всю ночь целиком, как взрослый человек. То есть это не чудеса никакие? Или с какого возраста он это делает? Да, с какого возраста. Обычно с шести месяцев и далее. Иногда с четырех месяцев, но более стандартная ситуация, что с шести месяцев дети начинают спокойно засыпать. Как взрослые люди. Ну, имеется в виду полную ночь, они спят и... 11 часов. Помогают ли сказки, помогают ли, может быть, песни какие-нибудь специальные? На самом деле, научиться засыпать, это навык, которому учатся дети с самого раннего возраста. То есть взрослыми мы думаем о том, как притушить свет, успокоиться под вечер, принять душу, отложить наши гаджеты. То есть это определенный навык, да, взрослыми мы кладем нашу голову на подушку, и мы понимаем, что мы должны отключить сознание и уснуть. Есть некий ритуал, который нам помогает сконцентрироваться, чтобы мы заснули. И мы, будучи взрослыми людьми, которые умеют это делать, должны научить этому наших детей. И я сторонница мягкого метода для того, чтобы оставить ребенка без истерик, без его состояния, когда он плачет, а мягко привести его к этому навыку. То есть все, на чем основан метод, в основном, это психология в первую очередь, да? То есть это знание психологии детей, то есть это новый как бы психологический прием, так скажем. Да, действительно, это основан на психологии и развитии детей, и нейрологии, все, что связано с работой нашего мозга, нашего сознания, развития ребенка. Ким, что мы можем посоветовать тем мамочкам, которые сейчас смотрят, слушают страну FM и думают, ну как же вот может быть какой-то секретик, чтобы быстренько, спокойненько уложить ребеночка? Какой-то, да, совет может быть личный, который... Лайфхак какой-нибудь. Мы должны сон ребенка поставить в приоритет ко всем остальным действиям, потому что это период, когда восстанавливается его иммунная система, когда формируется его память, когда отдыхает его сознание. Это очень важные процессы. Далее, в зависимости от возраста, мы находим определенное время, подходящее для данного возраста, чтобы заснуть, отойти ко сну для ребенка. После этого мы его готовим, кладем на кроватку и даем ему понять, что он сейчас в состоянии бодрствования, и он собирается уснуть. То есть приучаем его, как бы, да, то есть такие рефлексы создаем. Мы должны действительно класть спать, дать заснуть ребенку, сознать. Когда он в сознании, когда он сам еще бодрствует и понимать, что он сейчас именно будет засыпать. Чтобы не было такого, что мы укачали ребенка заранее, положили его в кроватку, ушли, а потом он просыпается и не понимает, что произошло, и почему он один, и как так случилось. Надо ли мамочке рядом ложиться и, так сказать, обнимать его, или мама просто кладет и идет по своим делам? То есть ребенок остается один? Вот мы тоже сейчас научимся, Роман чувствует новым технологиям, и для взрослых в том числе будет полезным. Им придется мамочкам ложиться рядом, если они так приучат своего ребенка. Потому что засыпание ребенка зависит от того, к чему он приучен. Засыпать на руках, засыпать рядом с мамой. Мы спим и испытываем разные фазы сна, и когда ребенок проснется в очередную фазу сна, придется повторять все заново. Укладывать, кормить, перепеленать. Все, что мы делаем, как рутина для засыпания, если мы приучили ребенка к этому. Чтобы не было рутины, друзья, после хорошей, интересной теории у нас сейчас будет музыкальная пауза, ну а потом мы вернемся. Будьте в компании «Страна.ФМ». Друзья, Ким Вестов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы учимся правильно спать и рассказываем о том, как же это делать своим детям. Смотрите, слушайте «Страну.ФМ». У нас много чего интересного. Понятно, что всему нужно учиться и приобретать определенный навык, и малыш наверняка будет плакать, то есть когда его оставили одни, одного. Вот как мама должна себя вести, если начинаются какие-то капризы, истерики, ребенок не может заснуть, ну и все в таком духе. Вот что делать? Я думаю, что многие столкнулись с этим. Одна из причин, почему дети плачут, и почему, и то, что матери чувствуют себя ужасно из-за этого, это была причиной того, что я создала свою книгу и свой метод. Я хочу научить матерей и вообще родителей этому навыку засыпания ребенка. И разница между остальными методами и моим методом – это то, что я, условно говоря, позволяю родителям остаться. И при необходимости обнять ребенка, покачать, покормить, и потом уже постепенно отходить от этого контакта с ребенком. То есть быть рядом. Будьте рядом. И это здорово. И это может быть применимо как для ночного засыпания, так и для небольших дневных периодов сна. Ну а теперь нам стало интересно, что же за книга. В течение 10 лет я практиковала помощь родителям и семьям. Да, по опыту своему. И именно этот опыт и получение от них фидбэка, какой-то ответной реакции позволило мне отточить это мастерство и мастерство моего метода. Теперь книга продана в более чем 122 тысячах экземплярах, переведена на десятки языков. И книга популярна именно благодаря своему мягкому методу, без стресса для ребенка, без большого количества плача. Без истерик, да, в детских. Ну, хорошо, такой вопрос. То есть человек, когда, допустим, изучает этот метод, когда он уже видит вот эти результаты, если он действует по этой системе, так скажем? То есть когда он ощущает этот результат сразу? Да, друзья, пока у нас переводится вопрос, вы тоже можете задавать свои вопросы. 909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS. Хороший вопрос. Улучшения начинаются уже с третьей ночи, и более очевидные улучшения начинают уже после первой недели практики. И в целом после трех недель ребенок уже способен полноценно сам засыпать ночью. И метод действует, то есть для детей, еще раз повторим, с шести месяцев, да, и до... До первого класса. До первого класса, да. Ну, наверное, да. С шести месяцев до шести лет. Вот, я почти угадал. Отлично. Вообще, если говорить про сон, то сколько ребенок должен спать? Вот вы уже как специалист, есть ли какие-то нормы часовые? Ну, то есть вот что считать нормой, что считается больше, меньше нормой? Есть вот какие-то вот эти талоны, критерии этого? Да. Ну, что считать здоровым сном, да. С возрастом это меняется, но для первых шести лет жизни между десятью и двенадцать часами. Для первых шести лет, да? Да, шести лет. Для первых шести лет, то есть ребенок... От десяти до двенадцати. От десяти до двенадцати часов. Да. Допустим, если ребенку пять лет, то он тоже спит так долго, да? Да. Да, десяти до одиннадцати часов. Пятилетние дети спят спокойно. Сколько требуется взрослому человеку? Вот, например, Ким, сколько вы спите? Сколько вы спите? Еще один хороший вопрос. Для взрослого от шести до восьми часов. Ну, нормально. Ким практикует в основном семь часов сна. Семь. Хорошо это получается, да? С перелетами. И ты замечаешь, насколько лучше ты себя чувствуешь, когда у тебя достаточно сна, когда твой мозг работает лучше. Угу. Твоя память улучшается, и так же это работает для детей. Они лучше ведут себя в школе, они лучше учатся, когда у них достаточно сна. Достаточно сна. Вот этот вот сон, который мы считаем, да, 12 часов, допустим, для ребенка, он должен быть как ночным, так и дневным, или это должен быть такой единоразовый сон? Для ребенка, для ребенка, для ребенка, должны ли мы как бы его делить? Зависит от возраста ребенка. Например, трехлетний ребенок в среднем должен иметь полтора часа сна днем и примерно 10 часов сна ночью. Но ночью очень важно иметь целостный сон, непрерывистый, потому что вся работа по восстановлению мозга и все, что мозг должен сделать для этого, происходит именно ночью, не днем. Важно ли ребенку в дневное время тоже создавать темную комнату, чтобы спал он именно в темном помещении? Ну да, там же говорят, что всякие гормоны вырабатываются и так далее. Противородные смеши и единее. Да, конечно. Да. Важно, что сон в есть полезной темы, что мы все полезем, так что мы можем сказать, что есть тиркадий, и на четвертый. И один из способов, что это позволяет тебе делать, ну, две же способа, это отдыха и связь для человека, то есть в общей скорости, или предстотель, подсчитанности. Пятаем мы все равно вдем silently, когда мы светим лечки и turnем под дневным условия, то есть то, что это ограничено, на к чему-то нечено, или питом, или с нами, На самом деле, темнота — это помощь нашему организму, соответствует нашим ритмам, аркадным ритмам, потому что, когда мы оказываемся в темноте, и когда мы делаем все ритуалы перед сном, это помогает нашему организму сообразить, ага, я собираюсь сейчас спать. Соответственно, он начинает вырабатывать мелатонин и всё, что нам нужно для правильного сна. Ну вот и днём нужно ли создавать эти условия для ребёнка? Да, аналогичные условия, как и для ночного засыпания — это темнота, прохлада в комнате и тишина. Друзья, пока вы создаёте микроклимат в своей комнате, мы создаём музыкальный микроклимат в эфире «Страна.ФМ». Скоро вернёмся. Да, будьте с нами. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, не проспите наш разговор с Ким Уэст, и тогда узнаете, как правильно спать, и научите также этому мастерству своих детей. Да, и будем здоровы, им классно выглядеть, и всё такое прочее. У нас возник вопрос вообще про дневной сон в принципе. Полезен он, не полезен? Хотели бы узнать и для детей, и для взрослых. И есть такой стереотип, да, что если ребёнок, ну или там кто-либо, да, выспится днём, знаешь, как говорят, новогоднюю ночь поспи, чтобы потом гулять, но что ночью ты не сможешь спать. Так ли это? Можно ли перебить вот этим нэпом сон ночной? Да, это такое общее логическое заблуждение, что если мы оградим нашего ребёнка дневного сна, то он будет лучше спать ночью. Но это неправда. И одна из причин этого, когда мы мешаем нашему организму спать согласно его естественным инстинктам, аркадным ритмам, про которые мы уже говорили, то оно начинает выделять специальные секреты, которые предупреждают, вызывают некую тревогу, что что-то пошло не так. Поэтому это делает более трудным уснуть и спать спокойно. Из-за этого и дети, и взрослые могут просыпаться раньше положенного и чувствовать себя усталыми даже после сна. Короче, днём лучше не спать. Сейчас вы всё понимаете. То есть, наоборот, нужно дать детям спать днём, потому что если они просыпаются усталыми после ночного сна, то организм находится постоянно в стрессе. Из-за этого они ещё сложнее засыпают вечером. И поэтому это циклично происходит такая проблема. Если же мы даём ребёнку вздремнуть днём и восстановиться, то таким образом налаживается целостность. Вопрос пришёл из стана взрослых. А можно ли взрослым? Надо ли поспать чуть-чуть? Прикорнуть, говорят у нас в России. Надо ли отдохнуть после эфирчика, да, часок? Да, взрослые тоже могут вздремнуть днём, если только это не влечёт за собой бессонницу. Если вздремнуть днём вас заставляет бессонница ночью, то это уже проблема, и не стоит так делать. То есть лучше дождаться тогда цикла ночного нормального высыпания, да? Если для вашей бессонницы нет каких-то очевидных медицинских причин, то первостепенное лечение называется... Это когнитивная поведенческая терапия для бессонницы. А входит ли в эту терапию отключение Wi-Fi домашнего, чтобы быстрее уснуть? Ну да, есть такая проблема сейчас. Да, есть такие идеи, что отсутствие электромагнитных лучей, электронных девайсов вокруг тебя помогает твоему улучшению сна. А также отсутствие экранов около тебя, гаджетов разных. И в идеале отключать гаджеты за час, за два часа, ну или хотя бы за час до сна, потому что голубые экраны и свет от экранов, они мешают нашему телу выделять мелатонин, который способствует хорошему сну. Есть такая теория, что ложиться лучше в 23 часа, ну и плюс вот те часы, которые нам необходимы для сна, 8-7 часов. Так ли это? Имеет ли значение, во сколько мы ложимся спать? Тут вопрос интересен как для детей, так и для взрослых. Да, и какая-то научная основа есть в этой теории. В общем, имеет ли значение, да, когда мы ложимся спать? Скорее не 11, но между 10 и 11 вечера. А, даже так рано. Если ты не уснёшь в этот промежуток, когда уснуть достаточно просто даже для взрослого человека, то ты пропустишь это первое окно для засыпания идеально, и потом уснуть будет гораздо сложнее. А какие вот эти окна есть? Вот нам можно подробнее рассказать? То есть есть окно с 10 до 11, когда удобно спать? То есть для взрослых в целом приоритетное окно для засыпания именно с 10 до 11. И далее и засыпать, и просыпаться регулярно в одно и то же время, тогда вы наладите свой здоровый сон. Нужен режим. Ким, вы пишете прекрасно о детском сне, но люди-то растут. Будет ли, например, книга или какой-нибудь материал научный про подростков, а потом и про взрослых? Да, вот про подростков особенно интересно. Да, потому что тинейджеры, у них же вообще такой сложный период. Я, возможно, сделаю книгу про сон детей от 7 до 18 лет. Прекрасно. И, возможно, это будет моя следующая книга. Вот, отлично, отлично, мы будем ждать. Что касается книги, о которой мы уже говорили, можно ли ее привезти в Россию? Друзья, мы сейчас сделаем паузу, а потом Ким расскажет, когда эту книжку и где можно приобрести. Не переключайтесь, будьте в компании. Дамы и господа, Ким Вест по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы сегодня говорим про методику, которая может научить вашего ребенка правильно засыпать вовремя и спать достаточное количество времени. Ну, вообще, мы говорим про здоровый сон, как его получить, как научиться ему. Есть книга-бестселлер, и как раз 15 ноября сегодня состоится встреча автора Ким с читателями библиотеки имени Достоевского, да. Но книга также выходит в продажу в Россию. Когда? Вот нам интересно знать. В нашем стране, в России. Да, книга-бестселлер 1. 1 декабря. И как называется она просто сейчас? Люди уже в поисковике ждут забивать. Это «Доброй ночи, спи, малыш». Доброй ночи, спи, малыш. Смотрите, если родители, которые вообще никогда с этим в жизни не сталкивались, прочитают эту книгу, они научатся, то есть по книге будет все понятно, что делать. Одно дело просто теория, другое – практика. Да, поймут ли, научатся ли они по книге, ну, получается, без наставника? Безусловно, я уже помогла многим родителям, которые покупали мою книгу и учились укладывать спать своего ребенка по ней, без моей помощи. Помощь и поддержка нужна в основном в тех случаях, когда случай исключительный и есть какие-то определенные трудности, или когда родителям нужна моральная поддержка на протяжении всего курса, чтобы довести его до конца, эту методологию. А моральная поддержка не будет так долго, что ребенок уже вырастет и уже будет взрослым? И что значит вот сложная ситуация? Вот объясните, просто интересно. Да, потому что какие-то, что это такое? Если есть множество детей, много тех в семье, которые не спят. Сложное рабочее расписание, когда один из родителей не рядом. Матери с послеродовыми депрессиями. Или семьи, которые несколько раз уже пробовали эту методику сами, но у них что-то не получилось. Нет результата, в общем. Международная ассоциация по детскому сну. Я так понимаю, может проводить какие-то семинары обучающие? В каких странах, когда, где и кем лично? Ведете ли вы эти семинары? Какие-то тренинги, да. Что это такое, да, и когда, я так понимаю, есть помощь какая-то со стороны людям? Я была соучредителем первой ассоциации, но эта ассоциация, они не предоставляют тренинги. Это ассоциации специалистов, которые делятся опытом между собой. А, то есть, как бы для профессионалов такая уже ассоциация. А есть еще тренинги, да, я так понимаю, которые, о которых вы сказали, когда нужна поддержка. Как ее найти, где это вообще происходит? Как записаться к вам на тренинг, Ким? В 2010 году я решила запустить эту программу, программу обучения методу мягкого отдаления, потому что я сама не могла помочь всем родителям. Теперь это помогает людям научиться быть консультантами и давать качественные советы другим родителям по поводу использования метода мягкого отдаления в засыпании ребенка. И в России это тоже можно получить. А, то есть, такая мировая история. Женщины со всего мира обучаются этой программе, и это происходит онлайн. Часто случаются конференц-звонки, когда можно непосредственно поговорить с Ким и другими профессионалами. Также происходят факультативные панели обсуждения с терапевтами, простите, и другими медицинскими профессионалами, для того, чтобы люди лучше понимали этот метод, метод мягкого отдаления. Ой, ну, я надеюсь, что всем будет это полезно. Напоследок у нас остается буквально полторы минуты. Ким, давайте заинтригуете людей, почему они должны высыпаться, почему они должны ложиться вовремя, какие у них будут положительные моменты, и что будет очень плохо со здоровьем, если они будут пренебрегать сном. Мы ко взрослым людям обратимся в первую очередь. Вот кто тусуется бесконечно, не ложится вовремя спать, пропускает свои сны. Не бережет себя. Бережет себя, да, работает по ночам, учится по ночам. Сон – это основа нашей жизни, которая состоит из трех элементов. Это сон, упражнение и правильное питание. Ну, я так понимаю, и психическое здоровье зависит от твоего сна в том числе. Если вы упустите один из элементов, о которых мы только что сказали, то это влечет в себя плохое настроение, ухудшение физического здоровья, психического здоровья, постоянную усталость. Спасибо. Спасибо, Матшуэн. Ким Вест на стороне ФМ. Настоящий эксперт. Спасибо большое. До новых встреч. Скоро увидимся. Все, пока. Спасибо. Спасибо.